Третья партия была двух французских шахматистов. Субтитры играли в Париже в 1924 году. Бенами играл шахматист по поведению Жюй Бо, а Черными – Глазар. Известная партия, возможно, что это одна из самых коротких партий. Шахматисты не очень известны, но в общем-то, бенами сыграли Д4. Теперь ответ конь Ф6, конь Д2, конь Д2, но ход немножко ненормальный. Ход немножко нехороший, обычно все-таки играет в первую. Нет, это нормальный ход, это просто играет в полузакрытый дебют, потому что не очень возможно, очень много разных вариантов. И защита Льюфельда, и защита… Перекрытия, зачем-то сломать? Да, вот этот сломать не очень удачный, он перекрытый. Потому что конь обычно вместо полузырицем. Когда играет С4, потом открывается полузырицем. Но, тем не менее, невозможно было оказать, что партия через несколько годов уже закончится. Чёрные сыграли Е5, пожертвовали пешку, последовало ДЕ, Чёрные сыграли по Е4. Значит, смотрите, у белых нет пешек, хотят её отыграть. И здесь пешка никуда не денется, она всё равно будет отыграна. Но белые решили на пользу коня. Кстати, я знаю, каким ходом, так? У него будет все закрыто. Пешка будет нельзя, вот сюда тоже нельзя. Нет. Это будет ударом сломать. Здесь ладья. Тут… ну, это делается хорошо, конечно, для короля, но… Не, ну надо было играть против С4, но белые сделали жёсткий ход. Они решили, раз конец стоит, как-то на них немножко давит за С4, они решили его прогнать. И сыграли А4. Прогнали коня А4. А4 это ужасно было. И действительно, да, заходили, чего? Ну, а там, и так, и тут, и отыгрываешь кешку, и равная полиция получилась. А, надо сходить на F2, чтобы какой-то вышел мастерин, и его можно было легче атаковать. А я могу так ходить. Ну, на F2 ты жертвуешь коня. Ну, а так я просто повью… коня повью. Нет, ладно, я буду без сломать. Я так. Я просто хотела юбку. F2. Можно вот так ходить? А ты понимаешь, что тебе сейчас нет? Ну, просто я говорю, коня просто. Пусть идёт. Ну, вот это, и где? Оп! 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 Я просто... Нет, зачем, зачем? Я просто собираю, я просто собираю... Спасибо. У меня лишняя фигура. Вы отдали фигуру ни за что. А вы можете... А в самом деле вы выигрываете здесь один ход. А это только и же гисть. Если Чёрный выиграет, в один ход. Найдите. В один ход. Мат в один ход? Нет, выигрывают в один ход. Мата пока нет, но они за беды все равно сдались. Это был... Это же самая короткая партия в истории. Беды сдались за четвертым ходом. А, ну, аж... Аж четыре? Есть Аж четыре. Перед Аж четыре? Да, Аж четыре. Ну, я прогоню, что за беды 2 на 3 прогоню. Есть Аж четыре? Ну, в основном, если уж не... Перед Аж четыре? Да. Я просто прогоню, нельзя. И все, у меня ничего вот не будет. Персер в шесть. Это все последствия того, что беды сыграли неудачный поинт-два буквально на втором ходу. То есть они коня разбили очень неудачно. А вы что, дарить с какого бубка? Ну, бубка-то коня отдаешь. Черные воспользовались тем, что белые фигуры здесь неудачно стоят. Здесь скученность и мешают друг другу своему развитию. А ты как? И выигрыш ровно в один ход. Вот представьте, что в шахматы вы играете с твоим противником, вот такая позиция. Вы можете выиграть партию всего в один ход, он сразу сдастся. Может, такой, но этот прогоник выяснился. Ну, как, я же пока не на то. Нет, шахматы как-то не видно пока. Как и нет, не видно. Может, беды шахматы? Может, беды шахматы? Кваден три, конечно. Кваден три! Кваден три! Прадоксальный ход, конечно. Беды шахматы, а почему? Нет, только трогать не надо фигуры. Ты можешь отойти, чтобы все будет видеть. Почему беды шахматы? Потому что еды не служат, когда будут фельдш, аж, четыре. Беды шахматы и мат? И мат. Ж3, фельдш, ж3, мат. А если они не берут коня, то они просто остаются без фельдш. Да, стоит запомнить. То есть это часто бывает, когда неудачу развиваешься, и вот получаешь такой ответ. Ну куда бы ты поставил? Не, 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 не хочу, чтобы не петь. А, да, да, так село. Да. Вот запомнили, смотрите, какой смешной случай. Либо беды теряют фельдш, кончат на полной фельдш. А если бы было так, все бы обошлось? Ну, когда все бы обошлось, тогда вообще бы не было хода по Е3. Именно неудачный ход подни-2 привел в талант-дон, в принципе, такой комбинации. Ну, можно назвать комбинацию, можно сказать, трюк, можно удар. Это такая почти суточная партия, но она продавалась ровно 4 хода. Все можете, мы допишем, вот играете, резко бывает, что у вас 4 хода партия. Угу. Это было маленькие, у нас тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова